В следующем видео я хочу сделать на тему статей Уголовного кодекса Конституционного и Гражданского кодекса, которые были нарушены в отношении меня, как гражданскими лицами, из которых формируется данная банда, участвующая в Холокосте в отношении меня, также и правоохранительные органы, которые просто бездействуют и отказываются заводить уголовное дело по факту преследования, и я перечислю какие именно статьи, по каким статьям можно возбуждать и нужно возбуждать уголовное дело, специально для полицейских, которые мне сказали, мы не видим статей, по которым можно возбудить уголовное дело. Так вот, 117 статья Уголовного кодекса. Истязание, пытки. 21 статья Конституции Российской Федерации. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому, унижающему человечество достоинству, обращениям, за что решение от свободы от 3 до 7 лет. Но тут статей достаточно. Итак, третья статья, 136 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина, то есть дискриминация. Все, что происходит в отношении меня, это называется дискриминация. Одно из преступлений и одно из названий их. Наказание до 2 лет решения свободы и другие. Тут есть штраф, принудительные работы. Четвертая статья. 110 Уголовного кодекса. Доведение до суицида. То есть в Америке особенно это демонстратировалось, когда мне было очень плохо. Они надо мной издевались интенсивно. И парень просто подходил и вот так вот подставлял палец и показывал. Убейся. Что ты тут платишь? Убейся. То есть они мне хотели довести, чтобы я просто как бы не мешала. Ну, как бы, ну, суть сталкинга, как я уже говорила, это доведение до суицида в идеальном случае, чтобы человек сам себя убил. Пятая статья. Конституция. Не конституция, значит, следующая статья. 128 Уголовного кодекса Российской Федерации. Клевета. Седьмая статья. Федеральный закон об оружии. То есть применение камня оружия нового типа, нелетательного энергетического оружия. Восьмая статья. 282 Уголовного кодекса. Возбуждение ненависти и вражды. В отношении меня была распространена клевета. И возбуждалась в отношении меня ненависть и вражда. Других лиц, которые меня не знают. Ну, то есть, каким образом это, к примеру, было, то есть я сижу, общаюсь с человеком, познакомилась с Дубаем, мы общаемся. Он говорит, Светлана, я сейчас отойду в туалет, подойду. Он выходит в мужскую комнату, приходит ко мне и говорит, Светлана, вы знаете, ко мне подошел человек, мужчина, и говорит, будь с ней аккуратна, аккуратен. Она очень опасна. Дальше он мне не начал говорить. И такие вещи неоднократно было. То есть, люди, с которыми я знакомилась, пыталась завести общение или пыталась рассказать о своей проблеме, им сразу же начинали говорить клевету и плохие вещи обо мне. Девятая статья. 151 Гражданского кодекса. Моральный ущерб. Моральный ущерб. Следующая статья. Принесение вреда здоровью. В моем случае это тяжкий вред здоровью. 105-я статья Уголовного кодекса. Умышленное убийство. Все то, что происходит в отношении меня, преследованием, я могу расценивать как умышленное убийство. И вообще не только я могу расценивать, но это вообще расценивается как. 12-я статья. 286-я Уголовного кодекса. Превышение должностных полномочий. Это относится к нашей доблестной полиции, к которой я обращалась, описывала проблему. Мне сказали, что мы вам ничем не можем помочь. Мы не видим никаких уголовных... Они мне так и сказали. Мы не видим статьи, по которым идет это дело. Так вот, ребята, я вам их зачитываю. 137-я статья Уголовного кодекса. Нарушение частной жизни. Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни. То есть, то, что было сделано. Информация о моей частной жизни была какими-то лицами собрана и продолжается собираться посредством шпионажа. Это уже отдельная статья. И она распространяется другим людям, которых я абсолютно даже не знаю. 14-я статья. Шпионаж. 14-я, значит, следующая статья. 163-я статья Уголовного кодекса. Шпионаж. Это относится к моим соседям, которые мне всячески дают и показывают, что они следят за мной. Вот сегодня мой сосед кашлял, пока только я не проснулась. Либо они включают музыку странную, либо звуки. Как только я просыпаюсь, они прекращают, значит, выключают эту музыку. То есть, демонстратируют мне, что вот мы тебя будем. И показывают то, что как я проснулась, пошла умываться. Они видят это и прекращают, выключают эту музыку. И это уже продолжается в течение двух с половиной лет. Это демонстрация, что они меня разбудили звуками. И потом это резко прекращаются, эти звуки. Следующая статья. 32-я. Соучастие в преступлении. Следующая статья. 35-я Уголовного кодекса. Совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору. Нарушение... Так. Следующая статья. 17-я. 138-я Уголовного кодекса. Нарушение тайны переписки телефонных переговоров и почты. Что неоднократно я наблюдала, что то, что я напишу в телефоне и либо там, что у меня в почте, знают и демонстратируют то, что они знают большое количество людей. Статья 119. Угроза убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Это я перечислила 18 статей по Уголовного кодекса. Ну а дальше я возьму Конституцию Российской Федерации и перечислю Конституцию. В общем, по Уголовному кодексу я за час-два нашла 18 статей, которые в отношении меня были нарушены, из-за которых лишение свободы от 2 до 5 лет. 18 статей. Посчитайте сами. А дальше будет Конституция.